Толстой никогда не ставил для себя задачи изменить общество. Больше того, если свести к сухому остатку философию Толстого, его мировоззрение Толстого, оно состояло вот в чем. Не пытайтесь изменить этот мир. Меняйте себя и меняйте свой взгляд на мир. Как-то мы с Аней Пармас сидели, когда работали над сценарием, ну а иногда так тупишь уже, заходишь в тупик, уже не понимаешь, что там дальше писать. Ну и мы с ней в Петербурге, в кафе, на пять часов там зависали, писали сценарий. Ну и начинали говорить о каких-то делах, о политике, там прочее. Я когда говорю, Ваня, все плохо вот как-то. Она говорит, как на это посмотреть? Понимаете, как на это посмотреть? Это и есть философия Толстого. По-другому вы измените свою точку зрения на мир. Не ждите любви к себе, а полюбите сами. Ну и так далее, и так далее. И мир изменится сразу. Вот тогда он изменится. Он изменится для вас, и он будет меняться вокруг вас. Это, в общем-то, христианская философия, православная философия. Это философия старцев. Это Серафим Саровский. Измени себя, и вокруг тебя изменятся сотни людей. Станут добрее. Если я в поездке, или если я дежурю по газете, это с утра до вечера, ты засылаешь материалы, ты их вычитываешь, ведешь всю полосу культуры, то, конечно, я тогда своим противом не занимаюсь. Но если я дома, да, весь день, свободен, то я жаворнок. То есть, я вот тем раньше утром встану, тем я весь день себя буду лучше чувствовать. Летом я вообще встаю в 4 утра. Как только начинает расцветать, так мне уже достаточно. А так я встаю часов в 5. Все в 5, вся семья еще спит, все замечательно, тихо, я спокойно завтракаю на кухне. Еще до завтрака включаю компьютер, чтобы он разогрелся, значит, и был готов к работе. Пишу я на компьютере, конечно, давно уже на компьютере, не от руки. И работаю, вот первую половину дня я могу писать. Во второй половине дня уже, как правило, нет. Я могу читать, я могу там гулять, я могу в бассейн сходить, но писать я могу только утром, когда свежая голова. Но это вообще писатели делятся на софов и жаворонков, так же, как все люди делятся на софов и жаворонков. Современному писателю в идеале, чтобы его много читали, конечно, нужно быть медийной персоной. Вот я не медийная персона, да. Я не веду блоги, вообще даже в соцсетях не зарегистрирован, и, наверное, уже не буду никогда зарегистрирован, потому что, ну, как-то время прошло, мне это не нужно. Медийность, она приносит больше прибыли, чем сами книги. И здесь есть опасность, что книги становятся бы второстепенным жанром для писателя. Покупка книги – это серьезное дело. Понимаете, это серьезное дело. И поэтому только сарафанное радио, это как происходит? Человек покупает книгу, она ему нравится, он говорит там своим родственникам, говорит своим друзьям, те, значит, вот тут, вот тут. И это очень быстро происходит. А дальше уже могут подключаться премии, он там получил большую книгу, но разрекламировать книгу так, чтобы все пошли ее читать, не получится. Это происходит какое-то вот чудо, когда рождается бестселлер. Как он рождается, никто не знает. Но есть определенный закон, когда писатель говорит, вот я сейчас напишу бестселлер. Вот я сажусь, я знаю, как я его напишу, это будет бестселлер. Не будет бестселлера. А вот когда он пишет, сам не знает, что он пишет, и думает, что это вообще не пойдет никуда. Как, я не знаю, там, у Селлинджера, там, над пропастью воржи, да? Вот. Вот тогда может родиться бестселлер. Почему это происходит, никто не знает. Я никогда не уеду, если только просто жизни заставят. Если я буду иммигрантом, то только вынужден. Но у меня мыслях нет уехать в другую страну жить. Мне здесь хорошо, мне здесь нравится мой язык. Я тоже хотел бы получить мировое признание и Нобелевскую премию. Знаете, чем хороша еще Нобелевская премия? Нобелевская премия хороша тем, что писатель, получившую Нобелевскую премию, может говорить все, что угодно. Он может быть сколь угодно неполиткорректен. Все! Просто я готов заниматься в разных форматах литературы. Я, например, с удовольствием бы написал еще сценарий художественного фильма. Вопрос просто в том, писать сценарий просто так бессмысленно, потому что сценарий начинается от того, что продюсер заказывает режиссера, а режиссер заказывает сценаристу. И он заказывает совершенно определенный сценарий. Когда я писал сценарий «История одного назначения», я прекрасно понимал, что я пишу для Авдоти Смирнова. Я занимал ее стилистику, я смотрел ее фильмы. И плюс я работал еще в сотрудничестве с «Пармос», которая и у Саатуши была всегда. Поэтому, если бы мне заказали сценарий, я бы, возможно, взялся. Вопрос просто о чем? Я не знаю, у всех писателей по-разному. Кто-то там, я не знаю, ждет вдохновения. Мне, честно говоря, это смешно немножко. Во-первых, я с 14 лет работаю как журналист. Я первый раз в газете опубликовал с 14 лет. Волгоградской газете, как она называлась-то, господи, неважно, «Молодой Ленин» она называлась. Газета об комов ЛКСМ. То есть об комов комсомола. Ну, это вполне такая хорошая газета была. Вот, и с тех пор я, в общем, все время в газете, в газете, в газете, я все время работаю в газете. И вот я уже четвертый год, скажем, в российской газете веду еженедельный двухколонник. То есть каждую неделю я должен дать двухколонник авторский. Я сам выбираю себе тему. Это предел мечтаний журналиста, конечно, но это стимулирует. То есть для меня написание текста – это некая обязанность. Поэтому, когда я книги пишу, если я придумал какую-то книгу, то я уже беру сразу аванс в издательстве АСТ. И я ее должен писать, я не могу ждать вдохновения. Вот, поэтому я пишу методически, пишу по утрам, если не надо ехать, дежурить в газету или нет какой-то командировки там. Потому что в командировках я не могу писать. У меня есть свой кабинет, не так давно появился. Пишу на компьютере. И максимум я могу в день написать, ну, там, страницы, там, 3-4-5 максимум. Это предел, на самом деле. Вот. Но так вот в течение года она книгой, в общем, и набегает. Я, скажем, первый роман свой, русский роман или «Жизнь и приключения» Джона Половинки, я с большим перерывом его писал, потому что не получалось как-то. Уезжать или не уезжать – это вопрос личного выбора. Кто хочет, кто-то уезжает. Сейчас проблем с этим нет. Вот. Если кому-то нравится жить в чужой языковой среде, даже если он в совершенстве знает, так сказать, этот язык, вот, и как бы интегрировать себя в чужую все-таки культуру, потому что воспитаны мы здесь, в нашей культуре. Вот. И ему это комфортно, ему это нравится. Я нисколько не осуждаю этих людей. Все эти разговоры про то, что ты должен вернуть там долг родине, она тебя обучила, там воспитала. Ну, мир большой вообще, не надо же так уж прям вот делить. Горький. Я прожил на Капре семь лет, с 1906 по 1913 год. Я прожил на Капре семь дней. Причем я специально поехал. Я до этого был на Капре, но все на Капре бывают набеганными. То есть приезжают в Неаполь, быстроходные, там такие быстроходные паромы итальянские, которые пришли довольно далеко от Неаполя. Примерно час он идет туда, на большой скорости. Приплывают, остров небольшой, четыре часа отбегали его весь, посмотрели, красота, 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 кругом красота. Он уникален тем, что в любой точке Капре, где бы ты ни стоял, на 360 градусов, а у тебя будет неописуемая красота. Неаполитанский залив, небо, это ультрамариновые цветы, эти скалы, это скалистый остров, там практически нет пляжей. Не для купания, для другого чего-то. Ходят миллионеры в шортах, там едят мороженое, как простые смертные. Конечно, во времена Горького Капре немножко другой был, но он уже становился таким, все-таки уже курортом, курортом довольно знаменитым, а главное, местом притяжения вот людей искусства, где искусство, потому что красиво. Кто из героев войны и мира мне ближе всех? Ну, безусловно, Пьер Безухов. Почему? Потому что Пьер искатель такой. Пьер ищет истину, он хочет понять, где правы, в чем истина, так сказать, этого мира. И вот он, безусловно, для меня ближе. И Толстой мне нравится, как он сделал. Ведь война и мир, война и мир, посмотрите, многие не обращают, почему американцы, вот почему американцы любят Толстого? Даже война и мир, там абсолютный хэппи-энд. Абсолютный хэппи-энд. Смотрите, Пьер богат, Наташа Ростова, бедна, как церковная мышь, потому что их отец их разорил, старик Ростов. Они женятся, и все замечательно, да? Потому что Пьер безумно просто любит Наташу, но она, конечно, Андрея любит, но Андрея уже нет, Андрей вот, прекрасный брат. Наташа красавица, Пьер некрасив, но богат. Дальше Николай Ростов, брат Наташи, беден, как церковная мышь. А Мария Болконская, она очень богата, получила наследство, наследство от отца, но некрасиво. Вот. Это абсолютно идеальный, так сказать, брат. Толстой вот все в конце, так сказать, свел к такому хэппи-энду. Субтитры сделал DimaTorzok